Кого пускать, кого не пускать. Кому давать землю, кому не давать. Кому строить гостиницу, кому не давать. Вот это есть опыт. Вот это есть. Или один олигарс будет сидеть на всей стране, или 3-4, сколько их. Или 45 миллионов украинцев будет владельцем этой страны. Или один олигарс будет иметь своих министров, или 45 миллионов украинцев будет иметь своих министров. Или один, или 5-10 олигарс будет контролировать парламент, или все украинцы будут контролировать парламент. И тогда будет в этой стране свобода и в этой стране будет предпринимательство. Всё очень просто. Всё очень просто. А остальное всё это демагогия. Знаем мы чего-либо. Чего привели в Грузию? Шесть миллионов Кулистана. Хозяева шесть миллионов Кулистана. Если можно. Мне только скинули цифры аэропорта Тбилиси. За прошлый год было пять миллионов. Больше есть, да? Идевай. В отличие от Украины. Они на машине туда ездят. У нас нет. У нас через Россию. Они что? А сколько вы добиваете от Грузии? У нас не один народ. У нас несколько аэропортов. У нас несколько аэропортов. У нас много других возможностей. Пока вы узнаете, о чём вы говорите. Что они по Пластутике доходят? Доезжают на Грузию. Шесть миллионов. Агрейчан, американцев, иранцев, израильцев. Как вы считаете? Они летают на самолётов. Но в Грузии не было ни о гордине в этом. Не было ни монополии. И правительство не имело доли. Вот разница между тем, что у вас то, что мы хотим. Хотели бы, чтобы было у вас. Михаил, для того, чтобы реализовать то, о чём ты говоришь, сегодня Атлас Джет получил направление, сегодня много направлений. Я дал в моих глазах. Самый выигрышный маршрут Адбеи. Стамбул. Полностью был отдан одной компании. Это означает, что у нас в Стамбул всегда будут высокие цены. А это очень выигрышный маршрут. Потому что многие аэропорты туда летают зарабатывать. На кусок хлеба. Торговать. Там совместные предприятия. Туристов привлекать. Этот маршрут был полностью монополизированный. Только будет на большинке цены. Высокие цены. Это означает, что туда летать будет. Два, три, четыре раза в месяц, чем должно летать. Всё очень просто. Ларчик просто предприятий. Сегодня только что вы отдали одной компании. О чём вы рассказали? Извините. Извините. Сегодня главное. Вы допускали большой аэропорт. Какие мелкие, это другой вопрос. Тут речь идёт о том, что там где мы на этой ревенье? Там где мы? Визе или нет? Или будем все. Большому визе. Большому визе. Большому визе. Куда ездить дал визе. Почему он больше не дает? Они ушли. А почему? Мама летает тогда. Если эта экономичка была не выгодна. Могу обещать? Очень всё просто. Очень всё просто. Результат мне нужен, а не объяснение. А результат в том, что маршрут был выигрышный, самолеты были забыли. Я на своих розыгрышах не мог менять достать. А почему-то авиакомпания ушла и зашла монополитическая компания. Это результат. Остальное всё это всё раскроет. Я с вами больше не буду спорить. Я с вами больше не буду спорить. Я с вами больше не собираюсь спорить. С вами всё ясно, товарищи. Народ, который летает на этих авиакомпаниях, пассажиры, туристы. Я им всё расскажу. В следующий раз я приду сюда с ними. Я не могу всё растолповать. Они всё растолпуют. Я придём с бумагами, мы привезём в межглавные авиакомпании и мы растолпуем. Мы объясним всем, кто мешает нам жить и как с ними справиться. Сегодня прекрасный урок я получил. Как это всё делается? На глазах нагла грабят народ. Сегодня то, что вы видели, это грабёж народа. Грабёж народа не проходил никогда в одной стране. Здесь был Майдан. Средством Майдана и после Майдана остались такие, как вы. А можно спросить любого из присутствующих? Я не буду с вами спорить. Народу Украины, который после Майдана объяснит, что он заслуживает в 3 раза дешевле, он заслуживает в нормальных самолётах жить в нормальных гостиницах и при этом зарабатывать деньги. А вашим олигархам придётся постесниться и вместо 5 миллиардов у них будет 4. Ничего плохого не будет. Остальное будет украить народу Украины. Вот и всё. До свидания. Окей. Возвращаемся, друзья, к открытому миру. Следующая неделя. Русская служба.